Научить ивановцев беречь природу от огня. С такой миссией сотрудники ПОЖНОДЗОРа вышли на дорогу. Для ивановцев они приготовили вот такие листовки с основными правилами поведения в лесу. Традиционно с наступлением тепла людям приходится напоминать о безопасном обращении с огнем. На этот раз к ежегодной акции огнеборцев присоединились казаки и ивановские студенты. Ну и конечно инспекторы ГИБДД. Они останавливают в потоке автомобиль. А дальше уже дело за сотрудниками МЧС и волонтерами. Охват аудитории у таких акций существенный. Большинство водителей к вынужденной остановке относятся с пониманием. Освежить в памяти правила никогда не будет лишним. К природе относимся бережно, потому что понимаем, что эта природа только наш дом. Детей также воспитываем. Мы с душой к нему вот сейчас вот едем на природу. Даже дождь и все равно едем налаживать быт. С 29 апреля, то есть субботы, на территории региона будет объявлен пожароопасный период. А это значит, что пал сухой травы или мусора будет под запретом. Так же, как и разведение костров. Но это вовсе не означает, что в майские праздники шашлыки отменяются. Можно, говорят инспекторы Пожнадзора, но только с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо поставить ведро с водой, то есть ограничить доступ пламя к воспламеняющимся предметам, то есть сухой травы, растительности и так далее. При приготовлении пищи использовать мангал, то есть не допускать открытого пламени. Неправильное обращение с огнем грозит не только штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей, но и куда более серьезными последствиями для имущества, здоровья и жизни нарушителя. Важно вести себя на природе ответственно, чтобы в майские праздники и у пожарных тоже было меньше работы.